Колесникова, всем привет в колдинских степях, Валерий Константинович, подскажите как лучше сенец абрикоса пересадить, если диаметр стола уже полтора сантиметра, полтора сантиметра, да, но это чуть толще вот этого пальца большого, так, посадка этого года, даже страшно копать, но готово водорядовик нужно пересохранить, мы для них дальше купили, так и пересаживайте, жаль, 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 что я не могу сейчас прямо вам показать, как я копаю, это опять фотографий, их надо найти, у меня такой огромный, уникальный архив, что я бывает часами ищу то, что мне надо, пересаживайте, полтора сантиметра, это еще терпимо, добрый день долгожители, ух ты, это кто долгожители, время в саду еще в жизни не засчитывается, так, Виталий Шустак, вы названием моей статьи скопировали время в саду, которое называется, время проведенное в саду не засчитывается, срок жизни, спасибо вам, что напомнили, а то, что мы долгожители, вот, вы скажете, а как же Латинков, Латинков сам лечился, вот и все, что я знаю, к сожалению, так бывает, Олег Василий, был ли Вас опыт, привыкли на Маньчжурсы, канадских персиков, Клемен, Фюрик, Бек, нет, конечно, я с этой самой, как меня назвать-то можно, чуть-чуть, что под руку попалось, то и есть, вот, К сожалению, редкий случай, когда это все отрицательно, я дальше Хасанского не пошел, я живу в Сибири, у меня не было времени заниматься укрытием, вот, у меня чуть больше было времени, но в этом году хотя бы пару сотен плодов этих будет, а значит, косточек перчика Хасанского, я не укрывал, чуть не погубил, резал, резал, резал на сиренке, а то, что осталось где-то до, где-то до, самых корней замерзло, кроме двух-трех, аж до корней, вот, фактически восстанавливается, косточек нет, а так, чтобы, допустим, канадские персики, Канада, это наше, это, это, пусть не Сочи, но это Юг России, там намного теплее, в этом году в Канаде было, летом, около 50 градусов жары, там сотни людей упали на улицах и умерли, не дождавшись скорой помощи, вот это Канада, вот, поэтому канадские персики, это то же самое, что вы пойдете, вот, как бы, вот, смотрите, на рынках, вот такие персики, плоды, конечно, они не вкусные, потому что их собирают зеленоватыми, но хорошо, допускаем так, что вы, все-таки, выбрали самые роскошные, самые мощные, такие, и дали им перезреть, купили, и пусть они еще дозревают, они все равно как-то дозревают, пусть даже снятые с дерева, пусть даже они будут у вас лежать на столе, на подоконнике, или прямо в саду валя, кинули в сад, пусть валяются, перезрели, бывает, косточки простают, и вы вырастили прямой, переносите их на манчжурцы, и они будут ничем не хуже, чем те, которые вы назвали вот тут вот, то есть, где они тут, вот эти вот, Хлемин, Фьюрити, Биг Хани, вот, они будут такого же уровня по бросокости, а ваша задача, укрывать, 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 и если вы, правда, их порастите, перенесете на манчжурские абрикосы, так, которые будут подвоены, в средней полосе они могут даже без укрытия плодоносить, но лучше помнить эту фотографию, нет, там, где персик выращен на вес косточки, вот так вот снегом укрыт, где-то четвертая часть, значит, никогда не замерзнет, пусть даже выше замерзнет, вот, что я хотел сказать, то есть, не обязательно ехать в Канаду, не обязательно доставать, все равно обманут, вот, даже магазинными персиками можно творить чудеса, Лобасов, привет вам, Смаренской земли, вам тоже привет, Виталий Шосток, надо размешивать сенечники, чем привлекаете птицы, я вообще ничего не делаю, вот, насекомых, те, которых нас пугают, заставляют, там, выгребать все из-под деревьев, и заставляют гнилые плоды выгребать, заставляют скорсную траву выгребать, заставляют перекапывать полностью почву, якобы, борьба эта называется, все это дурь, чушь, ни к чему это не приводит, потому что всю почву не это, вот, это как бы уничтожает часть вредителей, а заодно и еще и полезных насекомых, они перед смертью, когда к ним приближаются лопаты, или вот еще вот эти кроты и прочее, они последних слова такие, всех не уничтожите, трех метров, где почву не обработали, станут накрыли и прилетят, и быстро обратно это пространство захватят муравьи, которых я отношусь к громадному уважению, вот, вернутся те же самые, прилетят, потому что никогда вы всю природу не уничтожите, как бы вы ни хотели, вот, поэтому никак, ни с чем я, никаких синичников, ничего, не отрицая их пользу, я просто не делаю ничего, уже этого достаточно, чтобы сад, саду, было равновеснее, вот, но, если у вас есть возможность, сделайте синичники, сделайте скворечники, и развешивайте, 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 вот, это очень полезно, кормите просто, делайте им эти, шведский стол, все, отходы, никогда не выбрасывайте, все, что едите сами, хлеб, даже колбас, все, что есть, все, делайте шведский стол для птиц, это так просто, подвесите это самое, на четырех веревочках, этот самый, шведский стол, и туда все, 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 все съедят и спасибо скажут, а заодно и на закуску все-таки найдут и жука, найдут и гусеницу, вот так, лобаса, так, Валерика седьмой жили, ушелковица, по соцветиям понять, гусское или женское дерево, у меня второй год обильно, шведский стол цветет, то ягод так и нет, то ли еще рано плодносит, то ли нужно опыление, боюсь, что у вас это, дело в чем, есть шелковицы, это 99 процентов, или 95 из семян, есть те, которые, оно может быть мужским, оно может быть женским, все эти у них разные, вот, а здесь объяснить я не смогу, для этого есть литература в интернете, так, вот, и тогда надо рядом садить два дерева, буквально вот на таком расстоянии, иначе не будет опыления, это раз, почему-то я убедился, потому что моя шелковица в одиночестве уже лет 15, и все равно она плодносит без мужского начала, вот, а шелковица моего детства, это у бабушки, у дедушки, огромное дерево, с невероятнейшим урожаем, жирных вот таких вот плодов, которыми я обжирался, только потом невозможно было отмыть одежду, синего цвета одежда получилась, невозможно было отмыть, и морды невозможно было отмыть, вот это было, и тоже одна, и пусть я тогда и не мечтал заниматься одновременно, но я помню, что у соседей ни у кого шелковицы не было, а пылить было некому, значит, самое плодное, значит, какая ваша задача, найти шелковицу самое плодное, ваша еще подсветет год-два, можно не ждать, но сейчас я не знаю никого, кто бы занимался шелковицей, вот, если редкие вещи, да, те же персики, можно найти специалиста, есть специалисты, допустим, по грецкому ореху, тоже редкость, но есть, а там тоже проблемы, вот, есть специалисты, допустим, по лещению-лещению-фундук, вот, тоже есть специалисты, и там есть проблемы, и я только хочу сказать, что, когда касается именно шелковицы, здесь так, некому даже вас послать, если послать, допустим, к этому самому, к Алексею-Калексеву, да, житель Сырябинска, вот, но он не хочет заниматься профессионально этим, выращивать на продажу, помните, женщина у меня, пожалуйста, один саженец, вспоминайте, это было публично, я вам 10 тысяч выше, я, конечно, отказался, но другое дело, что, другое дело, что, получается так, что, если, допустим, вы обратитесь именно к нему, попробуйте уговорить, надо будет, дам ему этот адрес или телефон, теперь Наталья пишет, Латинкова продает своего плода шелковицу, честно говоря, я про это вообще не знаю, буквально пару дней назад это впервые сказал мне, что Латинкова, Галя, это жена покойного нашего, выдающегося садовода Латинкова Юры, вот, продает своего плода шелковицу, больше, вот Наталья написала, ничего про это не знаю, но ко мне обращаются, я даю телефон, и есть еще сайт, он есть, не просто есть, он еще есть на моем сайте, есть еще сайт Латинкова, попадайте на мой сайт, попадайте на сайт Латинкова, вот, наверное, это, наверное, вот, Наталья пишет, 905 рублей, если она самоплодная, она этих денег стоит, значит, вас еще мы отправляем на разведку к Латинковой, разбирайтесь, ну что, закончили мы на сегодня, что ли, больше никто не пишет, полковнику никто не пишет, значит, так, надо успеть закруглиться, пока никто не пишет, друзья мои, не забывайте, что здесь прямо есть каталог Семиан, не забывайте, что мы работаем бесплатно, вот, с Антоном Валерьевичем Сафроновым, так что, давайте, вам, новые сады, а нам, к чему, к чему я отношу это, к нам выживать, так, я еще проверю, кто тут у нас есть, Лилия, привет, как по именному догадаться, кто, как у вас, Рисан Ребрик на месте, для журналиста, это, по-моему, подвиг, связаться с ныдным Железов, Антонина, куда же без Антонина-то, Юрия Железова, успел все-таки вернуться, вот, дня рождения внука, Таисия, Драганов, Шлеп, и через неделю будет 400 просмотров, я вас очень прошу, друзья, вот так просто взять ссылку, скопировать, 10-20 адресов разослать, какой можно пользу принести, ведь самое обидное, откуда берутся здесь новые люди, каждый раз, я случайно наткнулся, я случайно наткнулся, а специально-то как, чтобы мы могли переломить ситуацию, никак не получается, я тут еще задержу вас буквально на минутку, смотрите, вот это Яндекс, так, видите, и вот, я сегодня сделал два фильма коротеньких, я их все короче делаю, вижу, что никто не хочет длинное смотреть, вот, видите, питомник растений, вот, семена 74, вы думаете, здесь настоящий семена, или настоящий саджинс, а, сейчас, вот, вот, Злат Питомник, вот, Урал, вы думаете, у них персики есть, да еще, которые, это самое, плодоносят, еще один, я их маленечко тут покритикую, но только те, которые моей фотографии присвоят, куда без этого, опять семена, орехи, знать бы, что это настоящие орехи, а как узнаешь, агромаркет, тоже фотографии с интернета, идеи в сады, что делать, если тресло кора дерево, да ничего не делать, если хотите, чтобы дерево пожило, весна-осень называется, абрикос академик, пожалуйста, нажали, найти изображение в Яндексе, вот, сейчас мы увидим, ну, что брать-то, вы представляете, что творится, ну, что брать-то, а что на самом деле продаете, вот бы вот сделать фотографию из дерева, откуда черенки взяли, к этой мечте уже у меня 20 лет, 20 лет, кроме нескольких моих друзей, никто настоящего сада не имеет, плодовая, шанс, ага, сейчас шанс, разместались, абрикос, абрикос, все из интернета, все буквально, откуда дровишки, делала заказ, пришла быстро, хорошо прижились, колонавидный абрикос прижился, засох, да нет, на свете ни одного колонавидного абрикоса, все хватит, приехали, давайте, друзья, прощаться, вот, давайте прощаться, все, я закрываю, трансляцию, следующий понедельник, жду вас в экранах, есть еще не надоев, до свидания, посмотрите еще раз на мою рубашку, спасибо, Ирина Сан, вот за это вот, до свидания.